Всем привет! Иду за заказом на Валбрис. Настя мне заказала там пижаму. Надо будет забрать её сегодня на выходной. Куда идти мне? Не знаю. Иду короткими тропками по дворам. Вообще здесь первый раз. Не знаю, куда я иду. По карте посмотрела, что надо идти прямо-прямо-прямо. Так как это дворы, здесь надо чуть-чуть не прямо, скажем так, идти. Пошла по дворам, потому что здесь ближе и здесь нет такого сильного ветра, как идти, если вдоль дороги. Вот мне вон туда надо прямо идти и через дорогу перейти. Я думаю, я уже почти пришла. У нас вообще погода с ума сошла. То плюс два дождь идёт, то минус двадцать мороз. Кошмар. Вот сегодня минус двадцать холодно. Ветрища такой прям холодный-холодный. Так что, рука у меня уже замёрзла. Сейчас буду отключаться. В общем, где-то вот через дорогу, я так понимаю, через дорогу на той стороне. Это, в общем, улица Гагарина должна быть. Если я уже вышла на Гагарина, значит, это должна быть улица Гагарина. А, вон светофор. О, кстати, вот светофор вон там прямо. Сейчас я там перейду на ту сторону, там вот будет пункт выдачи. Мне, оказывается, вообще в ту сторону надо, в другую сторону, наоборот. Вон он там, вот в этом доме. А вот здесь вот светофор. А я, наоборот, что-то перепутала. Думала, я чуть подальше вышла. Сейчас пойду, руки прям вообще замёрзли. Всё, не могу больше снимать. Забрала я заказ свой. Приеду домой, покажу. Сейчас пойду на остановку. Куда-куда-нибудь поеду. На тротуарах соли посыпаны и скользко. Вот где-то вода, ружи, где-то чего-то, но скользко прям. Что-то я уги обула, а в них хуже, чем в этих ботинках зимних. Прям скользко что-то иду, прям вообще не могу. Не знаю, где идти. А вообще, на вот сегодня на солнышко. Солнечно. Солнечно и морозно. Вон, смотрите, видите, соль на реагент. Посыпано. Ой, прям как весной. Красота-то какая. Было бы ещё тепло. Было бы хорошо. Пока пробок нет, надо ехать. Я у родителей была. От родителей сюда пришла, забрала заказ. Сейчас туда поеду домой. Я уже дома. Приехала. Пока в маршрутке ехала, очень сильно замёрзла. Села прямо напротив двери. И она постоянно на каждой остановке открывается. Судым-сюдым. Прям дует. Очень замёрзла. Прям вообще замёрзла-замёрзла. Приехала, здесь тоже холодно. Зашла в пятёрочку. Купила кофе. Купила. И купила селит. Селит ни разу не покупала. Не знаю, что это за ерунда такая. Вообще, обычно брала... Но это вообще селит для этого. От налётной ржавчины. В пятёрочке он был со скидкой по 139 рублей. Со скидкой. Плюс карточка вот эта вот. От пятёрочки. И поэтому взяла. А вообще, обычно я брала... Что-то другое. Чего не помню. Не помню. Забылка называется. Ну, не важно. Но то средство хорошее, но оно было без скидки. И оно что-то около 200 рублей по стоимости не стало. Взяла, попробую. Ну, может быть, такая же ерунда. Просто подешевле. Вот. Пойдёмте смотреть. Пойдёмте смотреть, какая у меня пижама теперь будет. Так. Сейчас я разверну её. Вот такая вот пижамка. Футболочка. Лама. Да, лама. Чудо-юдо какое-то. И шортики серого цвета. Настя себе такую же заказала. Ну, такой же комплект заказала. Ну, как пижама, не пижама. Как оно вообще называется? Да, пижама называется. Её цена. Типа 1200 стоила 1199. А Настя заказала мне её за 300 рублей. Так как там скидки какие-то. Супер-супер-пупер скидки. Поэтому вышла она всего в 300 рублей. Ну, твоё. Заказала на себе такую же. Прям только на размер поменьше. У неё М-ка. У меня Элька. Она мне хотела тоже М-ку заказать. Но М-ку уже раскупили. Заказала Эльку. Ну, ничего страшного. Как бы это одежда для сна. Поэтому, поэтому ничего. 48 размер. Будет свободно. Будет хорошо. Шортики такие. Ну, они такие не прям чёрные. Такие сероватые. Вроде посмотрела нормально. По качеству тоже. Ну, футболочка как футболочка. Качество. Ничего такое хорошее. Постираю потом. Посмотрю как. Здесь ничего не нарисовано. Так симпатично, да? Ну, всего лишь 300 рублей. И всё. Больше ничего не стала там смотреть. Там много чего. Там всякие пижамы. И со штанишками. И с бриджами. И сорочки. Ну, всё. Ну, домашняя такая одежда. И подешевле там даже есть. Что-то там за 250 и дороже. Ну, мне вот это понравилось. Лёд. Прямо лёд. На дороге. Заметно вам, незаметно. Видно, не видно, какой ветер. Вот эти деревья колышутся. Кустарники наши. Прямо лёд. Кругом. Можно было камеру переключить, да? Чтобы получше видно было. Ладно. Ладно. Так что вот так. Цветок надо полить. Цветок что-то завял. Завял цветочек. Так. Что я сегодня буду делать? Что я сегодня буду делать? Я сегодня буду убираться. Ещё, кстати, новый, знаете, пока. Олег уехал. Всё. Олег уехал. Олег уехал на работу. Ой, знаете. Сейчас я вам расскажу, как он уехал. Он поехал, значит, купил билеты. Купил билеты отсюда из Самары на самолёт до Сургута. От Сургута до, дальше, до работы он на поезде ездит. Ну, там, недалеко от Сургута. Ну, чтобы, знаете, отсюда до Сургута самолёт взял. Во-первых, билеты были со скидкой. Ну, дешёвые билеты были. Там, что-то на рубле 500 дороже, чем поезд. Но это же как бы лучше, да, там, два часа и так. И то, что здесь он больше времени, ну, проводит, а не в дороге. Ну, в общем, вы меня поняли, да. Не хочется ехать на работу на два месяца. Ну, хочется дома побольше, подольше пробыть. Ну, в общем, что, ситуация-то какая. Приехал, в общем, я его не провожала, я работала. В общем, приехал он в аэропорт. Рейс у него был что-то в 12 часов вылет. Во-первых, задержали рейс на два часа из Самары. Что-то там, какая-то поломка, что ли, в самолёте или что. Ну, в общем, по техническим причинам задержали. Ладно, всё, они вылетели. Должны были прилететь в Сургут 7 часов. В общем, я так поняла, они к Сургуту подлетели, покружили, покружили. Им не разрешили посадку, так как там нелётная погода. И они улетели в Ханты-Мансиск. Ханты-Мансиск от Сургута там, ну, что-то 350 километров. Ну, так вот, примерно 350. Они там приземлились. И они там просидели в аэропорту. Им тоже постоянно откладывали рейс по причине то, что в Сургуте ветер, там снег шёл. В общем, там плохая погода была. Было тепло у них тоже, ну, тёплая погода, но вот как-то ветрено, нелётно, в общем. Плохая погода. И знаете, что-то, короче, я уже, честно, нет, не соображу, на сколько часов им отложили полёт. Но полетел он в Сургут. Так, он мне смс-ку отправил, это было где-то, так, по-нашему это было по-второго, а по-сургутски это пол-третьего. Пол-третьего ночи он прилетел в Сургут. Ну, он приземлился, и он написал мне, что всё, наконец-то. Представляете? Их за это время не кормили ничего. Ну, то есть, они их просто высидели, и всё, и сказали, ну, вот, ожидайте. В Сургуте нелётная погода. Ждите. И всё. А там люди с детьми были, ну, то есть, много детей, он говорит. Короче, вот так вот, представляете. А, и что самое интересное, он должен был прилететь в Сургут. Вот, он прилетел в Сургут, и у него вечером уже поезд. Он прилетел, ну, вообще, если бы рейс не задержали, он в Сургуте был бы в 4 часа вечера. А в 11 часов у него вечером поезд. Дальше. Так как всё вот это вот закрутилось, завертелось, ну, естественно, он сдал билеты на поезд. То есть, он опоздал на работу. И он только, получается, сегодня, он сегодня должен был уже приехать на работу в 3 часа дня. А он только сегодня в 7 часов вечера уезжает на поезде на работу. То есть, он будет только завтра, то есть, ну, как бы на сутки, да, грубо говоря, он опоздал на работу. Ну, Надя. Вот. Представляете? Такие вот дела. Ай-яй-яй. 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 Страшноватое из-за сильного ветра. Всё-таки они полетели, но там был, там был ветер. В общем, ладно. Буду сейчас раздеваться, переодеваться. И нам делами заниматься. И снова здравствуйте. Иду домой с работы. Мне немножечко подкорректировали мои выходные. Отдыхала я не как обычно 3 дня. 2 дня отдохнула. Вызвали на работу. Поработала я уже 2 дня. Ну, там напарнице надо было. Вот. Завтра у меня выходной один, потом опять на работу, потом опять выходной, а потом опять на работу. В общем, сейчас покажу, какая у нас погодка. Погода сейчас, ой, на данный момент вообще отлично. Прям не холодно, ветра нет вообще, красота. Снег прям выпал. Хорошо на улице. Тихо, спокойно. Прям иду не спеша. Так и хочется погулять. Пошла бы, погуляла бы. Что-то устала я работать. У меня напарница уходит в отпуск на 2 недельки. Но я буду не одна работать, я буду с девочкой работать. Поэтому у меня все нормально. Будут выходные как выходные. Вот. Вот. Не, нет. Не буду, в общем, перерабатывать, так скажем. Замена есть. Вот. Ну, вот так вот иду я к родителям. Я теперь переехала снова к родителям. Чтобы туда, ой, не ездить, вот я сюда перебралась. Здесь потому что ближе моя работа. Ну, кто меня смотрит давно, те знают. Вот. Такие вот дворы у нас. Здесь, кстати, магнит. стоит. Окно магнитовское. Храм стоит. Ой. Скользко. Что-то припорошила снежком и скользко под снегом лед. В общем, ладно. Пойду я дальше. Пойду я дальше, домой. В общем, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и не забывайте про колокольчик. Так. Все. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok